Глава региона Марина Ковтун с рабочей поездкой посетила Оленигорск, чтобы лично убедиться в выполнении поручений, которые муниципалитету дали еще в феврале на заседании правительства области. Губернатор отметила качественную работу администрации города, встретилась с руководством горно-обогатительного комбината, а также посетила несколько объектов инфраструктуры, в том числе поликлинику. Свою рабочую поездку в Оленигорск губернатор начала с совещания в администрации. Глава города Олег Самарский отчитался о практически стопроцентном выполнении майских указов президента. Заработная плата работников муниципальных учреждений повышена до средней по региону. Продолжается реализация проекта по формированию комфортной городской среды. Запланировано создание новых скверов и парков. Также администрация города работает над оптимизацией расходов, связанных с пустующим жильем. Проведенная работа сейчас показывает, что часть жителей согласны переехать в другие квартиры. По части квартир мы работаем вместе с администрацией, именно с муниципальным жилищным контролем и юридическим нашим департаментом по передаче их на баланс города обратно, потому что люди были когда-то заселены, уехали, не сдали квартиры, то есть наводим порядок. Муниципалитет тратит около 5 миллионов в год на обслуживание, обогрев, водоснабжение домов, большинство квартир в которых пустуют. Именно поэтому жильцам предложено переехать в другие многоквартирные дома. У нас вещик, на который люди не заостряют внимание, в частности проблема с пустующим жильем. Они, возможно, просто не имеют информации о том, какие потери несет муниципалитет. То есть те деньги, которые не пришли в благоустройство, те деньги, на которые не построишь парк, сквер, не облагородишь или детскую площадку, просто они в пустую расходуются. Также Марина Ковтун посетила градообразующее предприятие «Олкон». Руководство комбината познакомило губернатора с новой стратегией развития, которая предусматривает доразведку полезных ископаемых, а как следствие продление срока работы компании, в которой сейчас трудится около двух тысяч человек. В этом году мы защитили обновленную стратегию развития предприятия. Для справки, в 26-й год был годом окончания работы комбината. На сегодняшний день мы обосновали развитие комбината и отработку на запасах руды до 1938 года. До этого потребуется доразведка новых месторождений, которые мы уже начинаем в этом году. После глава региона оценила ключевые объекты инфраструктуры Оленигорска. В поле зрения губернатора попал дом физкультуры и поликлиника. В медицинском учреждении совсем недавно завершился ремонт, заменили окна и установили лифт. Также в рамках проекта «Доброжелательная больница» модернизировали регистратуру, создали единый колл-центр. Кроме того, у поликлиники есть собственное приложение для смартфонов, с помощью которого можно записаться ко врачу и узнать график приемов. Действительно, проект беспрецедентный, такого в области нет. Я думаю, что его надо мультиплицировать и предлагать для внедрения и в других медицинских учреждениях. Молодцы сделали здешние айтишники. Очень приятно, что такие результаты показывают и делают работу, которую можно будет использовать потом и в других муниципальных образованиях. А в завершение своей рабочей поездки Марина Ковтун посетила Оленигорскую котельную и приняла участие в запуске новых паровых машин, которые позволят снизить себестоимость производства тепловой энергии более чем в два раза.